всем привет привет отличные недели сегодня с вами будем делать расклад на тему с чего начать перемены вашей жизни неделя эта неделя у нас значит формата карты руки и мы на этой неделе будем смотреть расклады в таком формате ничего пожелать вам всем отличный день сейчас я зажгу благовония вы ее не видите ох я люблю я люблю когда пахнет хочу вас всех поблагодарить за ваши комментарии за то что вы есть на моем канале я вижу очень много новых людей появилась не в контексте подписок а в контексте комментаторов и меня это очень радует так напомню прежде чем начну что теперь под любым моим видео есть ссылка на раздел сообщества в котором я по по пятницам выкладываю анонс на blitz консультации кто уже был благодарю за участие кто еще нет приглашаю каждую пятницу я выкладываю анонс там вот а также есть плейлист ссылку я доложила на play на плейлисты да то есть можете перейти по ней посмотреть какие плейлисты есть вот особенно рекомендую смотреть оторопростным языком либо беседки либо прямые эфиры в записи ну тут помимо раскладов вот и также кто не в курсе говорю о том что есть ссылка на мой второй канал в этом втором канале я делаю маленькие расклады но макс на десять минут на также психологические темы один нюанс темы которые я делаю на втором своем канале они не повторяются на этом и темы которые я делаю на этом на канале я не повторяю на своем втором канале поэтому очень очень рекомендую подписаться кто еще не подписан и смотреть там также интересные темы на одну позицию сам по себе расклад маленький может быть и три минуты может быть и 5 может быть и 7 поэтому нету смысла выкладывать по позициям как на этом канале но очень вам рекомендую перейти по ссылке на второй канал и подписаться на нем тоже интересно вот ну а мы с вами давайте приступим позиции вы видите и так с чего начать перемены в вашей жизни до весна весна уже полным ходом на пороге и энергии новой энергии ощущаются новой энергии ощущается энергии нового времени и так позиция номер один голубенький камешек единички смотрим вас с чего вам начать перемены вашей жизни с императора хорошо с императора так с императора значит смотрите а для кого-то перемены вашей жизни нужно начать с вашего мужчины то есть это мужчина может быть как физическое лицо да то есть в отношении которых вы и состоите либо это может быть ваш внутренний мужчина да то есть начать работать с ним ну а если они привязываться к личности то перемены нужно начать именно сейчас в данном моменте и начать именно с его основ с его фундамента с тем что достаточно такое закоренелое постоянное стабильное какие-то возможно здесь начать перемены с ваших границ ощущение того что здесь должна ваша территория как императора да она должна расшириться то есть если в древности ходили на завоевание новых земель да на какие-то войны то сейчас вам нужно пойти в новое на завоевание чего-то нового что новое вам здесь нужно завоевать аркан изобилия вы идете на расширение именно за благами именно за качественно лучшей насыщенной богатой изобильной жизнью то есть за новыми какими-то состояниями за новыми какими-то впечатлениями с чувством того что я полноценный я вот знаете когда мы говорим я проживаю жизнь вот на все сто процентов не в плане того что я ее прожигаю а именно как раз таки в плане того что я проживаю я ее ощущаю я наслаждаюсь то есть это те моменты после которых ты никогда не скажешь что жизнь была прожита зря это здесь жизнь наполненная смыслами очень богатая на эти смыслы на богатая на переживания в контексте новых каких-то впечатлений проживание и то есть вам нужно менять свой фундамент на самом деле менять свои убеждения потому что император это та личность которая может убедить любого в своей своих каких-то взглядах также император у нас отвечает за систему да то есть здесь возможно вам нужно расширить как-то свою систему либо ее обогатить то есть я не вижу чтобы здесь нужно было как-то разрушать да но как-то ее обогатить но здесь знаете как это не то что есть основа да например как елка новогодняя да и вы к ней новые шарики новые игрушки как-то украшаете нет здесь не про это потому что это будет сумачь это будет очень много до перенасыщен здесь с одной стороны надо вашу систему как-то упростить а с другой стороны обогатить такое чувство что оставить самое действительно ценное и все остальное убрать и тем самым получается такое знаете обновление и облегчение то есть система на с одной стороны упрощенная но она не теряет свою ценность вот здесь о чем идет речь с чего с чего вам нужно начать еще перемены с того чтобы поставить в свою жизнь цели и начать двигаться двигаться к достижением каких-то очень важных целей для вас очень значимых эти цели они должны перевернуть ваш взгляд вот я говорю здесь как будто бы какие-то здесь даже не то что вот вы убеждение меняете одни на другие а здесь вот если честно только аркана аэрофанта не хватает даже такое чувство что меняется маша ваше мировоззрение меняется ваши взгляды на мир здесь вот надо по-другому смотреть здесь такой очень интересный подход именно ваши взгляды на мир они должны стать другими а вот какими они должны стать давайте посмотрим какими они должны стать пятерка педагли говорит о том что какие-то привычные иллюзии так именно автоматизмы вашей жизни они делают ее какой-то бедный скудный и здесь речь идет о том что вам нужно вот как раз вот это вот обогащение до которым я говорю это не про финансы не про материю а здесь вот как-то знаете такое чувство что вот я не знаю верили что земля круглая условно говоря да вашей картине мира и она вращается вокруг солнца и вот это вот как будто бы это достаточно такое статичное явление а на самом деле помимо того что земля вращается вокруг своей оси она вращается вокруг солнца вот вся вот это вот наша солнечная система она еще и движется в пространстве это очень захватывающее такой такое зрение когда зрелище когда действительно если у вас есть доступ к этим роликам но я не часто их вижу это очень напоминает древние греческие колонны вот эти вот киона если вы посмотрите они не просто круглые а в них есть вот эти вот выемки впадинги и принципе таким образом было изображено как раз таки наша вселенная то есть когда все планеты вращаются вокруг своей оси и плюс ко всему еще вращается вокруг солнца и они движутся в пространстве то вот именно вот это вот и движение да они как будто бы оставляет вот эти вот борозды бороздки какие-то да и очень напоминает вот эти вот колонны то есть по сути да сказать что вот я что-то новое открыла нет но вот этот вот именно вид на то что вы знаете но как-то под другим углом он обогащает вас самих ваше знание вы чувствуете себя больше шире взрослее как-то но взрослее не в негативном ключе в контексте старости как обычно говорят а в контексте мудрости да что вы приобретаете что-то вы как будто вы знаете доходите до докапываетесь до какой-то истины докапываетесь до основания до источника и вот напиваясь водой от источника вы ощущаете какое-то знаете оживление выздоровление что ли наполнение своих энергий то есть здесь речь идет именно об этом пятерка педакли карта нищеты карта говорящий о том что у человека есть какие-то иллюзорные взгляды в контексте убеждения полученных когда-то давно в детстве и здесь как рекомендация поэтому аркана идет о том что попробуйте сделать хоть единожды то что вы во что вы не верили да то есть нет не в то что вы верили да что например я не знаю добрых людей очень сложно найти да в этом мире а попробовать сделать как раз таки обратное попробовать сделать усомниться расшатать вот это вот убеждение что это не так что мир не без добрых людей и акцент сместить именно на доброту в людях как ценность начать замечать ее и тем самым сместив свое внимание вы себя обогащаете какими-то новыми понятиями новыми убеждениями вот здесь речь идет об этом первая позиция у меня всегда люди очень мудрые выходят как я люблю говорить старые души до воплощающие не 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 раз на этой земле и поэтому то что я вам говорю и ваши вот здесь какие-то знания и понятия они достаточно философские в контексте именно вашей зрелости души именно в контексте мудрости когда вы слушаете эту позицию вот ваша ощущение у меня ощущение того что ваша душа она ликует что вот как будто бы вы находите себе равных людей именно для души и понимающих ваше состояние людей которые проживают как раз таки тот же опыт что и вы на том же уровне и вот вот это вот у меня идет ликование души что меня понимают поэтому и первая позиция она такая еще смотрим значит первое надо поставить цель изменить свою систему мировоззрения расшатать свои убеждения пойти туда куда как противоположность тех убеждений которые у вас есть здесь необходимо расширить до свои территории расширить свое сознание расширить свои какие-то установки знаете войти в состояние осознанности когда вижу себя вижу мир да и вижу как раз таки стоите позиции наблюдателя когда я наблюдаю и за собой наблюдаю и за миром и все это происходит одновременно вот это уровень осознанности вам нужно входить как можно чаще в это состояние с чего еще начать вам ваши перемены десятки кубков вот как раз таки у меня такое чувство что весной у вас это будет вот эти вот перемены вы как будто бы будете себе десятка кубков говорит об удаче о счастье о наполненности до эмоциональной наполненности здесь такое чувство что вы себе будете себя будете настраивать на какую-то позитивную волну то есть позитивная волна в контексте вот именно пробужденности до своей осознанности вы захотите пойти выйти на какой-то новый этап до своей жизни когда вы управляете своим собственным вниманием и вот здесь вот ваше внимание должно быть направлено как раз таки на то что вас наполняет а это как правило позитивное мышление позитивное мышление не в контексте иллюзии саба обмана да что я вижу что вокруг меня от какие-то негативные моменты происходят до недостаток чего-то дефицит там я не знаю проблема а я тут думаю позитивно не в этом русле а в русле того что позитивное мышление которое вас наполняет в вашей картине мира в вашем слое реальности она как будто бы моделирует на будущее когда вы находитесь не в автоматах да не в своих каких-то автоматических моделях поведения то есть проще говоря когда вы спите а когда вы пробуждены здесь по десятке кубков идет то что вы наполняете вот это вот состояние счастья удачи всего самого всего самого наилучшего вы как будто бы вот в этот момент осознанности направляете свое внимание на то чтобы привлечь свою жизнь даже не привлечь а перейти со сценария того в котором вы находитесь на тот сценарий который будет соответствовать вашему состоянию сейчас немножко запутанно сказала попробую сказать простыми словами то есть вы переключая свое внимание с тех трудностей сложности в которых вы находитесь сейчас именно в момент когда вам не очень хорошо вы должны войти в состояние осознанности это то что приведет вас к этому изобилию да хотя в состоянии осознанности вы своим вниманием то есть на что вы его обращаете я обращаю внимание на то что я хочу а хочу я чего я хочу счастья хочу я наполненности хочу праздника души и постоянно вращаясь до в своем сознании наполняя своим собственным вниманием вот эти мысли вы ваш мозг ищет в реальности где есть такие ситуации чтобы вас туда привести то есть это вы как будто бы будете ловить вот эту вот волну удачи да и перепрыгивая с одной волны удачи на другую волну удачи не падая не скатываясь вниз то есть вам не придется прошивать вот эти вот качели вверх вниз вверх вниз фишка заключается в осознанности вашем внимание именно здесь вот по по императору хозяину своей жизни в данном случае хозяину своей энергии хозяину своей силой собственной вы всю свою силу должны путем пересмотрения до своих вот этих вот убеждений которые создавали вам тот слой реальности в котором вы проживали уроки перенаправить именно на те моменты в которых вы будете счастливы то есть даже тот момент когда вам трудно и сложно вы в эти моменты должны думать о том что в моей жизни не взирая на то что я вижу во внешнем мире какой-то негатив моей жизни уже сейчас есть счастье моей жизни уже сейчас есть хорошие добрые друзья моей жизни сейчас уже есть семья которые меня поддерживают и все те мысли которые будут лично вас наполнять которые будут приносить вам вот эту десятку кубков это не должно быть работой на что вот надо такую практику делать и нет это должно быть естественно это должно быть в удовольствие это вот как будто бы знаете вы носите розовые очки смотрите на них и мир в розовых очках он какой-то угрюмой серый проблематичный и вам не хочется в нем жить вот вы снимаете розовые очки и из-за того что в своей системе которую вы создаете вы ее постепенно 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 настраиваете на позитив тот который вы хотите иметь своей жизни со временем происходит очень интересный момент следующие ваша реальность то есть вот эти вот проблемные ситуации вашей жизни они заменяются на позитивные это не идет момент того что я отказываюсь от одного и принимаю что-то другое нет это вот когда возьмите черную краску и очень долго вам придется в нее вливать белую в конечный момент она превратится не в белую она превратится в серую ну либо какой-то такой бурый какой-то такой непонятный цвет но он светится то есть капля за каплей белое 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 придется прикладывать очень много и вливать этих белых капель для того чтобы вот вся эта черная краска растворилась вот в этих белых каплях и произошло замещение то есть я вам сейчас показываю механизм того как вы можете прийти то есть не только с чего начать перемены вашей жизни а именно потому что выпало здесь десятка кубков это наивысшее состояние удовлетворения от жизни наполненности эмоциональной то есть вот это вот белая краска вам нужно заменить один одну систему на другую то есть допустим если по-другому скажу нагляднее будет есть дом у этого дома который только строится у него есть некий фундамент и есть вот эти вот колонны и условно говоря допустим вот это вот колонны арматуры да они были железные а вы хотите заменить на деревянные то есть вы не хотите железные дома хотите условно либо бетонные хотите деревянный что вы делаете вы не будете сносить полностью все эти колонны вы постепенно колонну за колонной железно меняется на деревянную железно меняете на деревянную, и в конечном итоге, заменяя одно на то, что вы хотите, вы получаете в конечном итоге абсолютно новый дом, имеющий деревянные колонны как основу. Возможно, даже и фундамент покроете, я не знаю, так деревом. То есть смысл и принцип здесь такой, с чего вам нужно начать перемены в вашей жизни, с самого себя, с императора, с того, что нужно осознать, понять, какая у вас система ценностей, убрать то, что вам не нужно, разобраться то, что вы оставите. То, что вы оставите, у вас должна быть цель. Эта цель, она как раз-таки связана с изобилием, и вы должны четко увидеть, что значит вот это вот изобилие, богатство. У каждого оно будет свое, но имейте в виду, что здесь не про роскошь, да, не то, что этого невозможно иметь, а здесь более, более глубокие какие-то понятия, да, то есть здесь не про то, что там, я не знаю, иметь миллионы, машины и все такое, то есть здесь не материальные какие-то блага, а здесь блага нашей души, то есть состояния, потому что вот здесь в какие блага? Десятка кубков упадает, то есть это состояние взаимности, состояние доброты и счастья, понимания, уважения, то есть вот таких ценностей. И в вашей жизни они, может быть, есть, но в реальности, в которой вы проживаете, их нету. Почему? Да, то есть вот карта кризиса, почему нету? Потому что вам нужно заменить вот эти вот ваши убеждения, то есть повешенный должен перевернуться, вы должны посмотреть на ситуацию, на свою систему по-другому. И дальше по рыцарю мечей нацелиться и пойти в этом направлении. Как я уже сказала, я уверена 100%, что вот именно первую позицию вам нужно будет переслушивать несколько раз, либо, как многие пишут, под конспект, для того, чтобы потом перевести как-то на свой язык более понятный и прописать по пунктам раз, два, три, что я должна сделать, на что я должна ориентироваться и каким образом прийти. И здесь, по сути, да, вот всю осень, весну вы будете строить, строить свою систему. Возможно, осенью вы уже начнете получать плоды, вы уже начнете замечать, как ваша жизнь меняется, как в вашей жизни начинает появляться то позитивное, что сейчас вы будете создавать. То есть, если в своей голове вы ориентированы именно на достаток, на счастливую семейную жизнь, да, на понимание, на общение, на душевность, на близость какую-то, да, душевную близость с человеком, вы постоянно будете прокручивать в своей голове вот эти вот мысли, но не в плане того, что я хочу, а в плане того, что я уже это имею, да, то вот ваша система, она постепенно-постепенно будет заменять какие-то более устаревшие убеждения на новые, и в конечном итоге вы придете к осени, да, к каким-то убеждениям. То есть, более, ну, нужно понимать, что в зависимости от цели, которую вы ставите, да, нужно и на логичное время. Вот, здесь, здесь первый вариант у меня был такой. Напишите потом единички, насколько сложно я вам объяснила эту позицию, потому что, мне кажется, здесь не совсем, может быть, будет кому-то понятно. Вот, ладно, позиция номер два. Красненький камешек, двоечки. Смотрим вас. С чего начать ваши перемены в жизни? Мы не смотрим к чему, а именно с чего, с чего начать, вообще что-то менять в вашей жизни. Двойка Пендаклий. О чем нам здесь говорит двойка Пендаклий? Двойка Пендаклий в данном контексте говорит о балансе. Это, это аркан эгоизма в этой колоде. Нечто аналогичное башне, но только в контексте эгоизма. Падающий, падающий ангел. Сори, отвлеклась немножко, погрузилась в свои какие-то размышления. Здесь речь идет именно о балансе. Что вам нужно здесь в себе забалансировать? Что нужно сбалансировать? Какие-то новые начинания, огонек в вашей жизни, да, должен загореться. И императрица, императрица. Здесь Что за новые начинания? Что здесь за новые начинания? Пошпитаклий. Заново, заново. Так, смотрите, здесь речь у нас идет о ценности себя. О ценности себя через именно проработку своих теневых каких-то моментов характера. А что здесь за теневые? Я посмотрю, что за теневые. Ну, ваши страхи. Здесь дело в том, что, смотрите, что вам нужно сбалансировать? С одной стороны у нас идет движение вперед, да, пажи. У нас говорят про начинание, про изучение чего-то нового, да, про понимание своей какой-то ценности. Пожезлов у нас говорит про получение каких-то знаний и стремление, стремление вперед. При всей своей неуверенности человек совершает первый шаг. Он как будто бы идет как-то на ощупь, да, с одной стороны. Но при этом он не совсем уверен в тех знаниях, которые у него уже есть. То есть здесь нельзя сказать, что у человека нет абсолютно никаких знаний. Знаний есть, но вот это вот чувство, что это как вы идете на собеседование, да, и вы знаете, что у вас есть опыт работы, но все равно вот этого чувства я чувствую себя как новичок. И неважно, какой опыт у меня работы. Вот здесь вот примерно то же самое по пажу жезлов. Это какие-то новые, новые начинания, новые стремления в своих амбициях, огонек, искра, которая должна зажечься. И желание, стремление человека познать этот мир. С одной стороны, познаем мир через ценности, да, по шпиндакли, а с другой стороны, по жезлов, у нас говорит через проживание жизни, да, потому что жезлы — это огонь, это непосредственно сама жизнь, да. То есть здесь я хочу познать жизнь и свое место в этой жизни через ценность, то есть найти как будто бы свое место. Это с одной стороны. И с другой стороны, здесь очень много страхов. Страхов, и причем не совсем, непонимание себя. То есть здесь не то, чтобы страх, там, я не знаю, сделать первый шаг, либо еще что-то, а здесь именно страхи касательно своего характера. И вот в этих страхах заложен огромный потенциал. Здесь такое ощущение, что баланс, который вам нужно найти, он связан с тем, что нужно пойти вот в эти страхи, да, как-то здесь в этом аркане, если вы видите, да, изображен Геракл, который именно раскрывает пасть. Здесь не про украшение, здесь не про мягкость, а здесь именно про то, что человек набирается силой, и он работает со своими теневыми какими-то моментами. То есть почему вы боитесь? Чего именно вы боитесь? Что есть такого ценного в этом страхе, что он не дает вам двигаться вперед? То есть вам здесь нужно сбалансировать. С одной стороны, я хочу пойти, а с другой стороны, я боюсь двигаться вперед. Но я очень хочу, да, то есть потому что меня эта жизнь манит. Я хочу проявить себя, я хочу чему-то научиться, да, хочу вырасти над собой, но я очень сильно боюсь. И здесь как будто бы вот этот вот баланс, да, двойки Эпендакли и в этом аркане, да, это миф Икара, он как раз-таки говорит о том, что тоже нужно находиться в золотой середине. Здесь не говорится о том, что вам нужно полностью отказаться от каких-то своих страхов. Вот, а наоборот, как по жезлов, да, то есть я боюсь, да, смотрите, если посмотреть на его взгляд, надеюсь, вам видно, вот, он куда-то в сторону смотрит, да, в сторону леса, он держит палку, то есть свой жезл, да, я готов защищаться, если вдруг что-то идет. Мне страшно, но при этом я делаю первый шаг. Шаг, который я делаю, он логический, то есть я понимаю, что мне, это не бессознательный шаг, это правая нога, это логический шаг, я должен это сделать, это, я понимаю, что мне нужно двигаться, то есть все равно нужно с чего-то начать. Я боюсь, я готов к атаке и обороне, но при этом я двигаюсь. И вот вам нужно как-то найти баланс. С одной стороны, здесь, знаете, императрица еще выпадает как мотивация, что да, я хочу стать таким человеком, да, то есть где-то некий такой образ брежит впереди вас, он как будто бы вас манит, зовет, знаете, как духи такие облачные, и они указывают, идем, идем, я тебе покажу дорогу. И вы идете как завороженные по этому пути, при этом, когда вы сконцентрировали свое внимание именно на императрице, на этом образе, который, вам кажется, что он отдаляется, и вы к нему приближаетесь, он отдаляется. То есть тем самым вы двигаетесь, как этот паш, вперед, вот, и возможно, возможно, именно вот эта вот фокусировка на этом образе, она помогает вам преодолеть ваши страхи. То есть вы преодолеваете свои страхи не путем осознанности, понимания, что страхи придуманы, да, то есть в них нет основы никакой, это не фобия, это страхи. И этого может и не произойти, а я уже чего-то там боюсь, потому что что-то в своей голове накрутил. Да, здесь не логическое идет преодоление страхов, а здесь вот именно настолько ваш образ, к которому вы хотите прийти, ваша конечная цель, ваша точка Б, она должна быть настолько манящей, настолько желаемой для вас, что вот на пути, когда вы сконцентрированы на этом отдаляющемся образе, а вы за ним идете, вы не обращаете внимания по сторонам, особенно на тех этапах, когда вам очень страшно. Да, то есть вы идете за каким-то вот этим миражом, что ли, в некой степени, хотя это вот именно какие-то духи, которые вас ведут, это не мираж, это реальное, это не обман. Да, и они как будто бы помогают, они овладевают вашим вниманием, и тем самым они вас проводят через какие-то очень страшные этапы, что ли, в вашей жизни. Вот, но здесь вам нужно понимать, что такое не может быть на протяжении всей вашей жизни, что вы должны все-таки подходить к этому более осознанно, то есть это может быть так единичный какой-то такой метод преодоления ваших страхов. Чего именно вы здесь боитесь? Любви. Любви, гармонии. Ну, вы как будто бы боитесь, видите здесь отшельник, что никогда не найдете ту любовь, которую ищете, никогда не найдете вот этот вот ответ на очень важный для вас вопрос, что за ответ. Почему так долго, да? Почему так долго не случается то, что я хочу? А что здесь так долго происходит? Это вопрос выбора. Я как-то не могу определиться, в чем вы здесь определяетесь. Вы как будто бы не можете выбрать, да, то есть вот страх заключается как раз-таки с новым, с открытием. Здесь не про закрытие двери, а наоборот про открытие, про то, чтобы шагнуть в это новое. Видите, вы как будто бы долгое время не можете выбрать. Двойка кубков здесь, скорее всего, не совсем про любовь, а вот именно про баланс, да, то есть баланс внутри вас. Вот эта вот гармония, наполненность. То есть любовь, да, она может быть, но здесь, скорее всего, не к какому-то человеку, а выравнивание ваших энергий, то есть к тому, чтобы прийти к этому состоянию наполненности. Так с чего вам нужно, да, с чего вам нужно найти вот это вот состояние баланса, да, как выровнять, как сбалансировать, чтобы эти перемены в вашей жизни начались. Вообще вам нужно идти в новое, в новое. Вы долгое время не выбираете это новое. Как, что вам поможет, что вам поможет шагнуть в это новое? Знаете, состояние шута, дурака. Не обращайте внимания на то прошлое, да, здесь девушка стоит с оглядкой, опять же таки, да, на лес. Смотрите, здесь лес и здесь лес. Лес – это прошлый какой-то опыт. В руках она держит звезду, звезда, свое собственное желание, да, какие-то цели, надежды. Но она отвернута от них, почему? Потому что она не совсем понимает ценность вот этой звезды. Ценность своей мечты, ее вниманием охватано именно что-то, охваченное что-то из прошлого. Поэтому что вам нужно сделать? Вам нужно отвернуться от этого прошлого. Вот в этом прошлом, понимаете, здесь есть опыт, который вас напугал. И вам кажется, что этот опыт, он будет вас всегда преследовать, да, что так будет всегда. И вот вы поэтому ищете ответ на вопрос, как же, как же сделать по-другому, как же стать сбалансированным. Но вот это вот прошлое и то, что вас пугает, оно надуманное, да, оно… Я не могу сказать, что у вас не было этого, но здесь, понимаете, смысл заключается в том, что в вашем будущем, если вы это прошлое за собой потащите, да, то, что вот мы говорим, от себя не убежишь, то оно будет и в новом. И вы вот это осознаете и понимаете. Но это тоже является страхом, это тоже является иллюзием. Аркан Шута говорит, начинаем с чистого листа, да, именно без каких-либо ожиданий. Здесь ключевое – без ожиданий. Я направляю, я направляю энергию в то, что я хочу, и я ничего не ожидаю. В контексте именно того, как это будет реализовываться, да, что я должна сделать. Не нужно вообще включать никакие ожидания. Нужно просто идти, знаете, вот я не случайно сказала вам вот этот образ, куда вас ведут духи, потому что если бы вы думали, да, там, смотрели под ноги, как вы идете по этому лесу, обращали по сторонам, прислушивались к каким-то звукам, да, животных, вот там, я не знаю, в ночи какие-то шорохи, вы бы очень сильно были напуганы, и, скорее всего, вы бы вернулись обратно. Вот здесь как раз-таки парконно-шуту говорится, знаете, это точка, от которой выходит луч, луч света, либо лейзерный какой-то луч, да, то есть концентрированная энергия. Вот куда вы ее направляете, да, вы не обращаете внимания, вы не смотрите по сторонам, вы идете в эту конкретную точку, а из точки, скорее всего, в тот вектор, куда вас направляет эта звезда, в полной вере того, что все будет так, как нужно. Вам не нужно думать о способе достижения, вам просто нужно идти вперед, вот поставить вот этот вот маяк, сейчас вспомнилось, не знаю, насколько это уместно, да, такое выражение, такая фраза о том, что маяк не бегает по набережной, да, выискивая, какому кораблю подсветить путь. Он просто стоит, и корабли его видят, и сами знают, куда нужно идти, да, то есть вот здесь, скорее всего, маяком являетесь вы, да, то есть вам не нужно куда-то там бежать, да, и смотреть, то есть вот тебе не нужна моя помощь, тебе не нужно подсветить, нет, вам нужно просто стоять и четко высвечивать какое-то конкретное направление и двигаться туда. Здесь вот тот момент, когда, знаете, образно говоря, необходима зашоренность, да, обычно нам не нужна, а вот вам нужна, потому что вот эта вот зашоренность, они случайно лошадям одевают, да, шоры, чтобы они не пугались, да, что-то с, что они смогут увидеть своим боковым зрением, это их напугает, и они поскачут вперед, вот, с большой скоростью, и это может навредить. Как им, так и наездникам. Так вот здесь вот эта вот зашоренность, она вам необходима на данном этапе, вы знаете, как момент обучения, что вот вам нужно учиться концентрироваться, концентрируясь на том, что ты хочешь, не обращая внимания, каким образом ты это получишь, просто действуй, иди в этом направлении и полностью фокусируй свое внимание, не отвлекайся, не отвлекайся на страхе, не отвлекайся на проявление своего эгоизма, то есть, допустим, кто-то вам что-то скажет, какая-то критика, что-то вас ранило, зацепило, не попадайся на крючок, иди в своем направлении, здесь только аркана колесницы не хватает, потому что, в принципе, он нам и изображает, дает это изображение. Поэтому начинайте свои перемены с шута и с верой, да, то есть шут находится в полном доверии у него, кстати, у шута отсутствуют страхи, не случайно, да, рядом со страхами выпал аркан шута, в перевернутом положении аркан шута как раз-таки на это и указывает, что человек боится совершить первый шаг. Здесь же, наоборот, здесь вы не должны бояться, да, здесь вам нужно идти в это новое. Убирая свои страхи, либо, наоборот, черпая из этих страхов необходимую вам энергию, то есть я боюсь, и это будет являться некой такой подпиткой, да, то есть чем больше я боюсь, тем больше я двигаюсь в этом направлении. Но именно вот эта вот энергия, да, она страха, потенциал, она и может вас выдвинуть и открыть вам новые двери. Вот такая у меня была вторая позиция. Так, двоечки, кто там не слушает вступления, да, все необходимые ссылки на плейлисты, на раздел сообщества, где я пишу о блицах на выходных, и ссылка на мой второй канал, все есть в описании под этим роликом. Переходите, смотрите, заходите, подписывайтесь, я буду очень рада. Так, мы с вами переходим к позиции номер три, зелененькому камешку троечки. С чего вам начать перемены в вашей жизни? Башни, разрушение, разрушение какой-то боли, травмы. Что здесь такое? Что вам нужно разрушить здесь? Какие слезы? Разрушить убеждение того, что как будто бы вот новое, то, что вы хотите, да, выстроить, что оно не получается. Здесь убеждение о том, что, знаете, когда бывает долгое время черная полоса, ты уже не веришь и говоришь, боже, неужели это когда-то закончится, либо неужели это когда-то изменится в моей жизни? Мне уже это настолько, я устала, настолько уже нету сил, да, вот эти вот проблемы, проблемы уже. Такое чувство, что вот эта вот горесть и горечь вот в вашем сердце, здесь полное отсутствие какой-то веры в то, что что-то меняется. Здесь вот почему это нужно разрушить, да, я сейчас покажу. Попробую показать вам на примере, потому что мне показывают такую картинку, что, знаете, вот человек, который сфокусирован на своих трудностях, непреодолимых каких-то своих задачах, он, по сути, направляя туда внимание, он аккумулирует и воспроизводит как краски свои трудности. И здесь речь идет как раз-таки об этом, что вот вам нужно разрушить вот этот вот прототип каких-то своих неудач, прототип горевания, драмы, которая здесь создается. То есть хочется сказать, что вам нужно научиться видеть пользу именно в слезах. Насколько это может показаться странным. Я помню, в детстве была очень таким плакливым ребенком, вот, в силу своей эмоциональности. И когда мама меня успокаивала, я говорю, ну не плачь, не плачь. Папа всегда говорит, да ладно, пускай поплачет, меньше писать будет. Вот, ну то есть вода все равно выходит, да, либо через слезы, либо через мочу. Так вот, здесь вот этот вот позитив, да, он как раз-таки вам пойдет на пользу. Вам нужно в те моменты, когда вам действительно трудно, сложно, вам нужно научить свой мозг замечать позитивное. Даже не позитивное, а пользу. Какую пользу несет вот эти вот страдания, да, допустим, там, что-то не получилось, окей, значит, я чему-то новому научилась. Кто-то ушел, окей, значит, кто-то новый придет в мою жизнь. Уволили с работы, замечательно, теперь я смогу подольше поспать по утрам, да. Там, нету денег, замечательно, я не умею зарабатывать маленькие деньги, зато большие приходят ко мне легко и просто, да, значит, я буду богатой, буду иметь большую сумму денег, да. Вот что-то такое, видеть пользу. Не менять на позитивное, а видеть пользу. Вот как раз-таки маг, да, здесь об этом и говорит, то есть здесь какой-то такой бесконечный урок в вашей жизни, который вы, даже не урок, а установка, который вы как-то не можете проработать. И аркан мага говорит о том, что я знаю, я умею, я смогу с этим справиться. Поэтому перемены, они связаны как раз-таки с тем, что вам нужно разрушить установку своей вот этой вот тройки мечей. Причем, заметьте, тройка мечей, это ведь про мечи, это интеллект, это какие-то убеждения, это не душевная боль, здесь нету крови, а это именно на уровне вашего интеллекта. И аркан башни как раз-таки про это и говорит, что нужно разрушить уже отжившие какие-то убеждения, мысли, которые не дают вам, не идут вам во благо. Уэйд по этому аркану писал о том, что башня, там как раз-таки в классике, если вы помните, здесь я не совсем вижу, да, падали два человека, один король и один как будто бы бедный, нищий. Так вот, он олицетворял их как раз-таки со словом. То есть, когда человек не умеет пользоваться своим словом, да, то есть, когда обманывает, да, когда он не совсем искренен, это один человек. А второй человек был связан со словом, когда мы что-то не понимаем и когда начинает работать вот сломанный телефон, да, когда мы начинаем пересказывать, пересказываем через призму своих каких-то пониманий, пока дойдет до конечной точки, вот до последнего, хочется сказать, человека, да, от истины уже ничего не остается, да, то есть, пересказ за пересказом, искажение за искажением. В конечном случае происходит вот полное изменение сути той информации, которая была передана. То есть, вот, и причем аркан башни, он находится на соединении двух сферот, это ход и нецах. Одна сфера у нас отвечает за интеллект, другая отвечает за вдохновение, за эмоции, да, то есть, вот, и необходимый здесь баланс. То есть, когда человек отклоняется в сторону сферы ход, да, нашего интеллекта, то он, по сути, все самое прекрасное, он все начинает интерпретировать через призму логики. То есть, даже самое прекрасное, да, например, там, картины, он может пропускать через призму логики и обесценивать, говоря о том, что, ну, что здесь красиво нарисовано. Ну, там, человек изображен без уха, да, там, коровы в небе летают, да. Что за сюрреализм? Это вообще брехня какая-то, да, вообще, ну, то есть, ничего непонятное, и это не может называться искусным. А другая крайность, наоборот, когда человек уходит в полное вдохновение и тем самым он отрывается от реальной жизни, да, он все пропускает через призму эмоций. Это состояние влюбленности, да, когда люди влюблены, они не видят реальность, либо видят ее по-своему, да, не видят каких-то недостатков. Кстати, любовь тоже приравнивается к болезни, кстати. То есть, у нее все те же самые симптомы, что и у больных людей. То есть, это другая крайность. Вот башня, находясь на этом пути, она краски и говорит о том, что здесь нужно разрушить вот эти крайности. С одной стороны, очень много-много логики, а с другой стороны, крайность идет вот именно вот в эту эмоциональность, да, когда мы теряем здравый рассудок. Так вот, ваша тройка мечей, та установка, которую необходимо разрушить для того, чтобы в вашей жизни начались перемены, она как раз-таки связана с мечами, она как раз-таки связана с логикой, что, возможно, вы слишком много, как это, не то чтобы анализируете, а смотрите на ситуации, на проблемы чисто логично, да, и вот ищете чего-то, очень много размышляете, да. Маг нам говорит как раз-таки об этой способности, да, что люди могут решать какие-то трудные, сложные задачи, развязывать узлы, разрешать какие-то конфликты, потому что по магу выходят у нас трицейские судьи, да, в контексте профессии. И здесь идёт как раз-таки перекос, и говорится о том, что нужно разрушить вот эту вот свою установку, да, в голове, потому что она ложная, она придуманная, потому что что-то вы не поняли, да, именно что-то не понимаете так, как надо, как будто вы уходите в какую-то крайность. Что здесь, да, давайте покопаем, что здесь? Ну вот крайность как раз-таки связана с девяткой жезлов, говорящей о том, что я не иду вперёд, да, я не иду к десятке и к тузу, не продвигаюсь, а я свой взор обратил в прошлом. То есть здесь, возможно, вы как-то зациклились, зациклились на своём каком-то прошлом опыте, да, каких-то шишек себе набили. Что здесь связано с прошлым опытом? Ну вот как раз-таки аркан Ярафанта. Что-то вы для себя в какой-то момент поняли. Вы создали какой-то свой слой реальности, да, своего какого-то мировоззрения. Вам кажется, что по Ярафанту, что вы докопались до какой-то истины, да, что у вас есть необходимые знания, у вас есть понимание, и в принципе так оно и есть, да. И вы в это очень сильно верите. И вот эта вот ваша вера в какие-то свои взгляды, в какую-то свою точку зрения, она как будто бы не даёт вам двигаться дальше. То есть вы, проще говоря, да, здесь можно было сказать одним словом, что вы зациклились на чём-то, потому что вы в это верите, и вы не хотите это менять. Но нам же важно, чтобы пришло понимание, да, то есть констатация фактов, она не всегда помогает в осознании какого-то момента. По Ярафанту, если его читать как перевёрнутый аркан, потому что в данном случае он именно таким и является, очень интересная вещь получается, когда Ярафант считает себя идеальным, поскольку он является наместником Бога на земле, да, то по сути он имеет доступ к источнику, да, то есть к истине. Так вот, перевёрнутый говорит очень интересную вещь, что это человек, который настолько заигрался в игру вот того, что я говорю, так и есть, да, что это и есть истина. То есть здесь настолько зашкаливает эгоизм этого человека, что он, возможно, указывает другим людям на их недостатки, на их теневые какие-то аспекты, но в себе он эти аспекты не принимает. И поскольку, смотрите, какая ниточка, поскольку он в себе не принимает, ну как, я же идеален, у меня не может, я же Ярафант, у меня не может быть никаких недостатков, недостатки только есть либо теневые стороны, да, теневые моменты у других людей. Что он делает? Он собирает вокруг себя людей. Людей Ярафанту очень важно, чтобы было общество, которое его слушали, да, внимали его словам. Он очень болезненно переносит, когда нету тех людей, кому он может что-то рассказать, передать какой-то свой опыт. Так вот здесь фишка в чём получается, что я, не признавая в себе тёмные стороны и указывая только на какие-то тёмные стороны других людей, я, по сути, сам начинаю деградировать, не расти, как я должен, да, для того, чтобы соединиться с источником, а в обратном плане я иду и деградирую. Почему? Потому что я боюсь в себе признать, в себе признать эти недостатки. Почему? Потому что работает эго, которое говорит, ты идеален, ты не можешь быть неидеальным. И Ярафант в это верит. И, а поскольку он в себе не видит, да, недостатки, а мир — это наше зеркало, он своё отражение в зеркале видит в виде других людей. И поэтому, когда он смотрит на других людей и говорит, что ты слишком медлительный, ты не пунктуальный, ты не являешься каким-то послушником, по сути, он указывает на самого себя, на свои тёмные стороны. Очень такой интересный момент. И в этом Аркане я вам как раз-таки покажу, как он изображён. Эрофанта в этой колоде. Мы здесь видим, так вот поближе я вам поднесу, видим чашечку. Да, в этой чашечке два яичника как символа того, что вот эти яичники — это данного Эрофанта, да, что я тоже являюсь жертвой, да. Жертвой в контексте его, собственно, то есть я сам жертвую своими мужскими органами, да, во имя, во имя моего учителя, во имя высших сил, чтобы показать своё какое-то поклонение, да, что я тоже отказываюсь от чего-то, именно в данном случае от земной жизни, от наслаждения, от удовольствия, для того, чтобы служить высшим силам. Здесь такой очень интересный смысл у Эрофанта заложен, вот именно в данной колоде. Но возвращаюсь к вам, да, с чего же вам всё же нужно начать перемены, может быть, нам ещё что-то покажут, помимо того, что уже изначально показали, что вам нужно разрушить, разрушить убеждения в прошлом, да, какие-то, которые заставляют вас страдать, просто потому, что вы в это верите, что так оно и есть. И здесь вам нужно в идеале пересмотреть вот эти свои установки и своё мировосприятие, потому что здесь в негативе проходит как раз-таки вот этот вот момент, что я стольким жертвую, да, ради кого-то, я столько делаю для других людей, я вот, вот это вот столько и столько я, и я всё делаю правильно, и ничего не получаю взамен, и это меня ранит, да, как-то вот какая-то несправедливость. То есть вот убеждения здесь идут в этом ключе. Посмотрите, я знаю, что то, что я говорю сейчас, это очень неприятно, но если вас это очень сильно цепляет, то наедине стоит задуматься и посмотреть, может быть действительно такое есть у вас. Да, и вот смотрите, как здорово, если вы это увидите, если вы это осознаете, у вас сразу даётся шанс по Тузу Пиндакли пойти в новое. Причём Туз Пиндакли, самый счастливый аркан, это откроет, да, и он у нас выпадает под колесом фортуны, это вам сразу откроет дороги в новый мир, в мир материи. Знаете, здесь такое ощущение, что человек сломал свою гордыню и признал, признал, что да, я грешен, есть вот это. То есть вы как будто бы, вот признание это принятие, что во мне это есть, и в тот момент, когда вы это принимаете, у вас открывается сознание, и открываются двери, и начинается перемена. То есть судьба начинает дарить вам подарки именно за этот процесс, что наконец-таки вы это увидели, наконец-таки вы это осознали. И это не было наказанием, а это было как раз-таки в контексте ваших перемен, в контексте вашей трансформации. И я могу сказать вам даже больше, что по аркану башни вот это вот ваше убеждение, оно связано с тем, что вы очень тонкая натура, сейчас я говорю вещи, может быть кому-то покажется странно, потому что тройки у меня всегда такие огненные, боевые, пробивные. Но аркан башни, он всегда говорит о ребенке, который ищет свое место, о ребенке, который ищет свою стезю. Он настолько чувствительный, он настолько ранимый, что ему необходима поддержка, ему необходимо вдохновение. И вы это можете проверить, если вспомните, как в детстве очень часто вы падали, ударялись, обжигались. То есть вот это бесконечное наказание самого себя, что я не такой, что я никак не могу найти то, что мне нравится. И это связано с тем, что именно в детстве не поддержали какие-то ваши, я не знаю, какие-то ваши интересы. Безусловно, это есть у всех, кто-то может сказать, но это же есть у всех. Да, я соглашусь с этим. Но у детей, у людей по аркану башни, у них вот проходит вот эта вот чувствительность, уязвимость, которую они не показывают. То есть за внешней вот этой вот оболочкой спокойного такого, самостоятельного ребенка скрывается вот эта вот нежность и уязвимость. Человек, который по аркану башни не найдет свое призвание, свое место, какую-то свою экологичную нишу, в которой он сможет раскрыться, этот человек бесконечно будет разрушать себя и других. И вот если в вашей профессии сейчас, на данный момент, есть вот эти вот моменты, связанные с разрушением, вскрытием сценариев, ну то есть, допустим, психолог, который показывает, либо человек, который помогает в трансформации к другим людям, то это как раз-таки является показателем того, что вот как будто бы вы не нашли свою экологичную нишу. И здесь идет замещение вот этой энергии разрушительной, которая была у вас и в детстве, через то, что вы хотя бы в позитиве помогаете другим людям, разрушая что-то негативное у них, как-то компенсируете свою потребность в том, что разрушаю я. Ну то есть здоровый человек, здравый человек, он не будет разрушать себя. То есть ладно, в детстве как-то вот мы ударялись, обязательно где-то что-то, пальцы прищемил, ноготь поломал, ну то есть причиняли себе какую-то боль, вот, тем самым компенсируя вот эту вот потребность, что я несостоятельный, я не подхожу в этот мир, я не вписываюсь. Вот, поэтому я не вписался в угол, я не вписался в дверь. И в зрелой, еще раз скажу, в зрелом возрасте, если не найти экологичную сферу свою для развития именно экологично, компенсируя вот это, чтобы не разрушать себя, чтобы не заниматься членовредительством, вы это выливаете в профессию. Здесь какая-то такая пошла энергия. Вообще здесь очень много теневых аспектов, которые необходимо вам проработать, не, как бы это сказать, не потому что это, когда у человека есть негативные моменты, да, вот мы работаем все над собой, нет, здесь не поэтому, а здесь потому что в этом есть огромный потенциал, понимаете, у вас есть огромная сила, огромная мощь. Здесь мне не хватает только Верховной Жрицы и Аркана Силы. И тогда вот 100% было бы про вас. То есть здесь огромный потенциал энергетический, который вы можете наполнить в нужное русло. Но из-за того, что вот нету понимания, а куда, да, куда мне направить, к чему мне приложить эту силу, вы эту силу обращаете внутрь себя. Ну хорошо, если в профессии, да, как я уже сказала, помогаете другим. А если нет такой профессии, да, в которой есть вот эта вот разрушительная сила, то вы ее направляете на себя. И здесь вам говорится о том, что на себя не надо направлять эту силу, а ее нужно собирать и в созидательное, строительное какое-то русло, да. Нужно строить, не разрушать, а строить. А строить, как эта песня, да, нам, боже мой, в союзное время-то было такое, на-на-на-на, строить, жить, помогает, что-то такое пошло. Вот. А здесь как раз-таки идет тот момент, что очень сильные у вас установки, убеждения, вы, возможно, много знаете, много изучаете. И вот вам кажется, что вот эти вот знания, да, аэрофант, только я знаю истину, только я знаю, как правильно, вот это вот мировоззрение, да, в кубе с магом, я могу, у меня все получится, да, то есть я волшебник, я наделен вот этой вот силой. Здесь чрезмерная сила, и вот если бы вы ее осознали, и в контексте, знаете, наполнить и направить на, вот как раз-таки на ту спиндакль, у вас была бы куча денег, хочется сказать, вы бы жили какой-то своей идеальной, роскошной, богатой жизнью, почему? Потому что, ну, материя, она была бы вам подвластна, а здесь вы, короче, меняйте свое убеждение, да, все, началось с тройки мечей. Так, вот, тут же он педаклей, и перекрою, нет, колесом фортуны. Такая была третья позиция троечки, напоминаю, что все ссылки необходимые для взаимодействия со мной, ссылки для того, чтобы посмотреть мои плейлисты о прямых эфирах, о торопростым языком, беседке, и много-много разных интересных раскладов, все есть в описании к этому ролику, и также есть ссылка на раздел сообщества, где вы можете читать мои посты, и анонсы о блицконсультациях, и ссылка на мой второй канал. Кто еще не подписан, переходите, пожалуйста, подписывайтесь на этом канале, я делаю маленькие ролики, также интересные, но на те темы, которые я не делаю здесь, и это не имеет отношения к личной жизни, а к психологии в общем. То есть, если на этом канале я делаю более философские расклады, то на втором моем канале, дочернем, я делаю больше психологические вопросы, поднимаю. Вот такой у меня был для вас сегодня расклад, пожелаю вам всем отличной недели, наполненного светлого понедельника, потянитесь, улыбнитесь, получайте удовольствие от жизни, жизнь прекрасна, если умеешь ее жить, видеть, ощущать, слышать, чего я вам и желаю. Всего вам самого наилучшего.